Григорий, вам сейчас 25 лет. Да. Вам когда-нибудь было страшно выходить на митинги? А что геройствовать? 9 числа, когда я приехал здесь, по-моему, здесь были и вы, и ругодители других телеканалов, но и видели довольно это состояние, которое приехала моя съемочная группа. Это было страшно, ну, нечего тут геройствовать и говорить, что ничего не страшного. Когда подбегают обдубашенные, пьяные и говорят, пошли в драку, когда вокруг вот эта вся бакханалия, когда милиционеров летят фейерверки. И в один момент вот самое было жуткое, когда вот эта знаменитая история, ОМОН же изначально не предполагал, что будет такое, и он не так экипирован был. То есть они были в обычных своих куртках там и так далее. И уже я потом знаю, командир ОМОН дал приказ им передислоцироваться, значит, переодеться в щиты уже и так далее. И держать участок оставалось там несколько цепочек, и этих огромная толпа. Я звонил, ну, я был на связи с руководителем, с Кириллом Владимировичем. Я звонил и говорил, ну, все, все, они, их больше, их ничто уже не сдержит. Потом увидел толпу бегущую со стороны Немиги, шел, а там шла цепочка внутренних войск. Они так их погнали, что... Они были экипированы уже, да? Они были уже экипированы нормально и делали свою работу качественно. Я сам от них убегал очень серьезно, ну, потому что ребята работали. Но я был очень рад их увидеть, очень рад. А там уже, значит, бойцы ОМОНа тоже подтянулись и разгромили вот эту всю попытку Блицкрига. Продолжим с рождения, да, то есть немножко продлим. Александр Лукашенко, он президент с 94-го года, с июля. Вы родились в 95-м, в октябре. Да, кстати, вот сейчас программа выходит четверг, 10-го июля будет 27 лет. Так что, Змогары, методичку про 26 отменяйте. Сейчас уже 27 лет. Хорошо подмечено. Если продолжаю драматургию кино, вы идеальный кандидат на персонаж документального фильма о ровесниках президентства, президентского срока. Кстати, о ровесниках. Сами говорите, что смотрели интервью с Протасевичем, да? Меня после интервью спрашивали, в том числе писали, как я мог так жестко задавать вопросы бедному мальчику Протасевичу, да? Тогда вопрос его ровеснику. Он родился в мае 95-го, вы в октябре. Предельно так, мягко постараюсь задать этот вопрос. Другого президента вы не знали. А насколько хорошо узнали этого? И почему он так устраивает вас и не устраивает некоторых ваших ровесников? Что касается моего восприятия президента Лукашенко. Я, наверное, часто говорю это в программах, меня за это критикуют, потому что я не стесняюсь в выражениях, но уже благожелательных по отношению к нему. И я объясню почему. Я вижу, что он на сегодняшний день, это самый сильный политический лидер на европейском континенте. Но я плохо знаю личность Си День Пина, допустим. Может быть, я не могу об этом судить или каких-то других таких сильных лидеров. Я всегда это знал и даже в самом детстве, со школы, за батьку на уроках истории спорил. Но для меня момент ковида был определяющим. Потому что я видел, какой страшный мировой накал. Сильнее, чем сейчас политический. Страшный мировой накал. Там до порноактеров, до президентов все склонились. Все поклонились этому маразму. Этим локдауном, закрытием. Только один президент сказал, что я свой народ, здоровье своего народа и свою экономику гробить ради ваших внутриэлитных игр, которые вы устроили передел человечества, не буду. Это первое. И второй был момент храма на Пасху. Даже в России, даже на Афоне их закрыли, оплот православия. Беларусь была единственным островом, где люди могли на Пасху пойти в храмы и достойно отметить этот праздник. Это исторические поступки, значение которых видно, ну это как вот стояние при фермопилах, если исторически брать. 300 человек, 300 спартанцев выдерживают огромный натиск Персидской империи, и Греция потом впоследствии побеждает в этой войне. Это поступки, которые, ну грубо говоря, они достойны Одиссеи, Илиады, Тихого Дона. И такие личности достойны вот таких произведений масштабных, эпических, сильных. Сложно не заметить, да, что вы используете против оппозиции такие же приемы, как они используют против нас. Дегуманизация, демонизация, да. Ну они же нас обзывали тараканами. Да. То есть у них задача была расчеловечить. Вы тоже поклонник такой зоотематики. Ну, шакалы, крысы. Крысы, змеи, шакалы. Да, змеи, жабы, да. Это осознанное такое отзеркаливание? Я никогда не ставлю, вот сейчас мне надо дегуманизировать, потому что это тонкий прием, который будет работать. Я так не, я вот, можете заметить, я вот здесь на курилке хожу, курю, час думаю, ищу руководящую какую-то метафору. Но меня это всегда нахлынет. Вот назовите мне достойный поступок Змагара. Но вот нету его. Баба Нина, это что? Свинарник в квартире кидается на милиционеров, вяжет про антисемитка, нацистка, там полусумасшедшая. Говорит, что партизаны сжгли деревни, там, ну, короче, у них все такое. Вот взрослые, степенные люди выходили на митинги, перекрывали дороги по инструкции 22-летнего пацана. Это больше всего поражало. Это, ну, вы, ну, это как вас еще называть, ну, если не бараны? Ну, вот как? У меня нет других определений, все-таки это архетипические животные. Хорошо, Григорий. Но в свое время, я понимаю прекрасно такой подход. Феллини сделал нарицательным фамилию Папарацци. Да? Ну, Советский Союз героизировал фамилию Стаханов. В нынешнее время оно выбрало вас, Заренок. Причем этой фамилии, ну, согласитесь, конечно, оппоненты пытаются придать сознательно негативный оттенок. Ну, хорошо, если не стесняться, раз мы уже начали, да, и разберем несколько фамилий оппозиционных. Ну, точнее, даже я не назову их оппозицией, нет, беговых. И слов, которые ассоциируются с ними. Ну, вот, допустим, Карыч, безумие. Полностью сумасшедшая, да. Тихановская. Это очень жалкое существо. Вечерка. Интриган. Мотолька. Левчук. Легкость души и мозга необыкновенная. Путила. Позорник. Мне нравится с вами формат такой максимального получения информации в сжатый хронометраж. Давайте по этому пути и пойдем, да, и устроим небольшой блиц. Но давайте о вас в первую очередь. После учебы было СТВ. Да. Во время учебы, на третьем курсе. Во время учебы началось, да? Да. Ну, правда, ничто не предвещало тогда. Интересный эпизод. Мы пришли в один день с нынешним генеральным директором. И это абсолютно случайно. Вот просто 1 декабря... На СТВ. На СТВ года, да. Я пришел как молодой студент, а он как, ну, как-то там с другой работы на какую-то должность. Кстати, от бессилия как раз начинает уличать вас, да, в плагиате. В плагиате собственного отца. Ну, мол, типа, он оригинал, а вы фальшивка с СТВ. Да, так я видел, по крайней мере. Скажите откровенно, отец когда-нибудь редактировал ваши тексты? Тексты нет. Он иногда подсказывал песни. А, вот. Да. Это один из вопросов, который я хотел задать. Откуда эти песни в конце Иуд? Ну, правда, я их никогда не слышал. Это то, что я слушаю всегда. То есть, да, я слушаю вот таких исполнителей. Михаил Ножкин, значит, Высоцкий. Что у меня там еще было? Ну, и Николай Емелин такой, значит, с боевыми песнями про милицию нашу люблю ставить. Я действительно сам это слушаю. Причем в абсолютно разных жанрах, в разных настроениях. От блатника до, ну, вот, каких-то церковной музыки Жанны Бечевской. А песню накажи их, Боже, накажи. С самого утра услышал мой отец Михаила Ножкина. Он скачал там много песен на диск, значит, слушал. Вот такой, иди послушай, я загорелся. Ну, все, все, вот сегодня это будет. То есть, по сути, песню Вы и сделали, да? Да, и это вот, потом она прогремела, потом, когда нас прокатились с Евровидением, предложил, ну, давайте, может, им это отправим, может, им это понравится. Совсем недавно был ролик, где Вы стоите и, ну, на перроне, да, и читаете книгу. Да, сказали, что я спрятался, нет, я просто, ну... Ну, Вы просто не заметили, да, девочек, которые пытались там перед Вами прыгать. Да, я читал, да. Но ведь у Вас была библиотека 3000 томов. Да, ну, есть, конечно. А что читали Вы вот из этой библиотеки? А это была не из этой библиотеки, а из президентской. Отец взял в президентской библиотеке романку «Матч надорванный» Игоря Бойкова про конец перестройки. И вот этот роман я читал, у меня флешбеки, я поражался. Все то же самое. Перестройка, митинги, орут, выдавливают неугодных людей из этих толп, предательство элит. Вот этого, слава богу, у нас не было, этого эпизода, ведь, ну, тогда было бы все, конечно, по-другому. И как разрушается страна, это разруха, там есть там и любовная линия, я вот всем зрителям рекомендую, найдите, почитайте, хороший писатель такой. Может быть, тогда скажите прямо, какие книги помогли становлению Вашей личности? Тут можно много вспоминать, но первое, что мне приходит в голову, Гоголь, выбранные места из переписки с друзьями. За эту книгу его объявили сумасшедшим. Его сказали, ну, все, был великий Гоголь, стал сумасшедший, ударился там в религию и так далее, и так далее. Там вот эти знаменитые фразы, нужно проехаться по России. И сейчас, что недавно президент говорил, вы проедьтесь по Беларуси, посмотрите наши леса, поля, наши дома, вот этих людей простых. И тогда вы все поймете о позиции нашего президента и нашего государства. И вот там вот примерно с такими мыслями вот Гоголь выступал, там он много обращался к интеллигенции, к власти того времени, ну, какие-то такие... Письма у него спрашивали, как жить, вот любили в 19 веке такое, как жить там и так далее. И он вот, значит, составил такой том. И вот тут же объявили все мракобесом, сумасшедшим, вот как мне в дипломной работе написали, там, обскурантизм, еще что-то там и так далее. Вот такие вот были. Григорий, хорошо, но вы производите такое двойственное впечатление, да, с одной стороны очень жесткая риторика, и многие обвиняют вас в этой риторике, да, и с другой стороны я вижу, что начитанность и образованность налицо. В хорошей литературе же разные были формы, и есть, да, и пошлость Миллера, и скандальность Буковски. Вами? Ну, выбран достаточно такой прямой, плакатный стиль. Тут в первую очередь приходит Маяковский. Маяковский. Хорошо, тогда на какую аудиторию? Этот вопрос, он в литературе описан очень давно, значит, это знаменитый спор Есенина и Маяковского, кто Божья Дудка, а кто, значит, там, Горлопан. Ну, должны быть разные, должны быть разные. И моя аудитория, ну, вот я всегда себе задаю вопрос, вот, ведь можно пытаться найти их логику, пытаться понять их и так далее. Ну, вот я представляю ОМОНовца, который приехал, вот, он разгонял всю эту сволочь, получал там бутылкой по голове, получал деревяшкой какой-нибудь, еще что-то, значит, он получает эти письма, оскорбления, угрозы, как расчленят и изнасилуют его жену. И вот он приходит домой и по телевизору, а давайте мы их поймем, а давайте мы их послушаем. Он плюнет и скажет, я не пойду за стороны работы. Не, это вот все. Вот у меня такой вот образ всегда стоит, и поэтому для них очень важен был и позиция президента. Ведь это классический пример. Беркут мог разогнать Майдан за два дня. Если бы верхушка... Если бы приказ был. Да, и верхушка, генералы, шаг вперед, два шага назад. Ну, там было предательство, очевидное предательство. Да, да, да. Как раз предательство элит. Да, вот у нас этого не произошло, и поэтому для них очень важна и позиция президента, и понимание того. Я не хочу сказать, что я работаю для ОМОНовцев, для милиции, для СОБРа и так далее. Очень многие люди, причем вот надо понимать, что пишут гадости, оскорбления, те, кто нас не видят, не знают, не понимают. А вот те нормальные люди, они не будут этим заниматься. Они даже хорошего, может быть, не напишут. Ну, потому что это вообще неприлично писать незнакомому человеку. Ну, по большому счету. Подавляющее большинство именно так и поступает. Никак не реагирует. Да. Да.